Слово джентльмен, что это значит? Я использую его постоянно. Я говорю джентльмены, господа, когда начинаю видео, но что именно я имею в виду? Господа, сейчас я об этом расскажу. Вы согласны со мной или нет? Я хочу увидеть ваши комментарии после этого видео. Я хотел бы прочитать ваши мысли, кто такой современный джентльмен. Первое, господа, у вас есть честь. Я приравниваю честь к целостности и использую понятия вместе. Под честью и целостностью. Я имею в виду стандарты, которыми вы живете. Вы делаете, когда говорите, что сделаете. Пойдем от обратного. Противоположность человека с честью и целостностью – это лицемер. Лицемер говорит одно, а делает другое, потому что это легко. Если у вас есть целостность и честь, вы знаете, чего вы придерживаетесь и делаете это. Следующая характеристика современного джентльмена – это мужественность. Тут есть недопонимание. Большинство людей не знают, как быть мужественным. Что-то вроде «Я не на войне! Как я могу встать и повести войско в бой?» Это один из видов мужества. Очень редкий. Для большинства людей изо дня в день видеть, когда что-то неправильно, осуждать это. Нужно проявить мужество, взять на себя обязательства за исправление этой несправедливости. Вы знаете своего босса. Может, он кричит на каждого в команде. У него нет лидерских навыков, он вредит своей компании. Может, вам нужно поговорить с его боссом или же поговорить напрямую. Да, вы можете потерять работу. У вас должно быть мужество, решимость постоять за права людей. Следующая характеристика современного джентльмена – осознанность. Это означает, что вы идете по жизни и понимаете, что происходит. Не только с вами, но и с другими. Вы обращаете внимание, что с ними происходит. О, у нее был плохой день, судя по ее поведению. Или вы следите за своим телом. Я должен больше заботиться о своем собственном теле. Друзья, позвольте спросить, вы помните, как брылись сегодня утром? Нет. Большинство из нас делают это как роботы. Мы не думаем об этом. Никакой осознанность. Почему мы это делаем? Вы думаете о бритье, как о ритуале. Так почему бы не получать от этого удовольствие? Вы бреетесь 10 тысяч раз за всю жизнь. Следующий признак современного джентльмена – это уважение. Способность как вызывать, так и выражать. Итак, поговорим о выражении уважения. Кого уважать? Уважайте всех, потому что они тоже люди. И когда вы это поймете, вы осознаете. Когда вы выражаете уважение, в большинстве случаев вы получите его в ответ. Но что делать, когда вы не получаете взаимное уважение? Значит, это не тот человек, с которым нужно взаимодействовать. Следующая характеристика – рыцарство. Некоторые скажут, что рыцарство мертво. Это ерунда. И позвольте быть честным. Рыцарство – это не просто открывать женщинам дверь. Это нечто большее. Это помогать другим людям. Будь то ребенок или старик. Помощь другому – это рыцарство. Следующий признак – ответственность. Когда вы говорите, что что-то сделаете, вы должны это сделать. Ваше слово – кремень. Люди учатся полагаться на вас, и это великое дело. Ведь так много людей, на кого вы не можете положиться. Покажите, что вы будете с ними, когда вы нужны. Вам нужно показать, что вы сильный, что вы та самая каменная стена, на которую можно положиться. Далее, господа, уверенность. Не надменность и не чрезмерная самоуверенность. Если вы уверены, вы знаете свои способности, вы знаете свои ограничения. Вы знаете свои слабости. Постройте свою уверенность со временем. Она приходит вместе с вашими умениями. Она приходит с наращиванием опыта. Надменность – это когда вы говорите себе «Окей, я крут в этом». И позволяете закрыть себе глаза. Встаете на путь, где вы оскорбляете и раните людей. Чрезмерная уверенность, когда вы не знаете своих ограничений и рветесь делать то, чего еще не делали, думая, что у вас получится. Следующая характеристика – у него безупречные манеры, и он понимает этикет. Какая разница между этикетом и манерами? Манеры – то, как вы заставляете чувствовать себя людей. Этикет – это правила, принятые в обществе. Манеры всегда превосходят этикет. Приведу пример. Вы на ужине. И кто-то нарушил правила этикета. Человек начал есть до того, как у всех появилась еда. Вы будете подчеркивать это? Вы будете заставлять его чувствовать себя по-дурацки? Вы понимаете, что у него могут быть другие традиции. Он нарушил правила этикета, но не нужно нарушать манеры. Следующий признак – он стремится быть удовлетворенным. Не всегда радостным. Это две большие разницы. Радость мы ощущаем, когда достигаем цели. Вы что-то делаете, и поэтому вам хорошо. Радость – хорошая штука. Но она появляется и исчезает. Она непродолжительна. Удовлетворение – это то, для чего вы работаете, и вы ощущаете его глубоко внутри. Представьте, радость, когда что-то нравится. Удовлетворение, когда вы что-то любите. Это применимо к вашей работе и к личной жизни. Так что стремитесь быть удовлетворенным. Не всегда радостным. Ну что, джентльмены, что вы думаете? Напишите в комментариях. Если вам понравилось видео, нажмите лайк. Если вы новичок на Real Man Real Style, подписывайтесь.